Доброе утро! Это утро в Большом городе, друзья, и у нас для вас есть огромное количество новостей, которые нас заинтересовали. Теперь будем вам продавать. И вот первая новость, смотрите, я смеялся. СБУ и пограничники задержали в Борисполе бизнесмена, который украл у страны больше чем полмиллиарда гривен. Причем украл в 2008-2010 годах, то есть по курсу 8. А что ж ты смеялся? Через это? Да потому что спустя столько лет он успешно забрал деньги, успешно уехал. И тут, не знаю, то ли ностальгия, то ли что пригнала его обратно в объятия из Бундерной, мы тебя так ждали. И не тоже успешно повернулся. Нет, ребят, знаете, что такое новость? Это когда народный депутат может не найти с народом взаимопонимания. Вот в Ровенской области побили депутата облсовета Андрей Сайчук, депутат от радикальной партии. В одном из райцентров, по его собственным словам, выполнял партийное поручение и собирал подписи за проведение расследования про офшоры президента. Ну и, по его словам, к нему подошли двое неиспортивного вида и радикально дали ему по голове, но депутат в итоге оказался в больнице. Комментарьев мало, кроме того, что сложно судить ситуацию со слов одной стороны, но в любом случае, я так понимаю, будет какое-то расследование. Ну, в общем, у нас такая перекличка по дракам с утра. Я тоже вам продовжу, така себе, знаете, история, которая меня шукувала. Хлопец вступился за продавчиню, и за это его очень жестоко побили. Все это произошло поздно в ночи в городе Южне, это Одесская область. Там продавец киоск, у нас жінка, вона відмовилася, бачите, продавати компанію молодих хлопців пиво. Ображена компашка начала открывать двери, вламывать швидше навык дверей киоск. Один хлопец намагался заспокоить этих дебоширь, за что отримал декілька серьезных ударов ось по голове. При том, что, насправді, дуже добряче, ну, подивіться, просто жах, добряче видно обличчя этих молодых на відео, и я дуже хочу верить в то, что они скоро знайдуться, и так само это свежее. Парень очень крутой. Тот самый, который вступил за продавчиню, он молодец, на самом деле. Держим за него кулаки, чтобы он, с ним ничего серьезного не произошло. При том, что этих хлопців было много, а он все равно все-таки не побоялся и вступился за эту продавчиню. Да, я тоже сопереживаю людей, которые в одиночку на троих. Ну ладно. Друзья, сильный ливень и ветер испортили выходные в Харькове. Вот переживают люди за Харьков. Я тоже, когда видео увидел, для меня это было жутко. Ураган повалил десятки деревьев, порвал провода. Некоторые районы города реально можно было уже перепутать с таким местным вариантом Венеции. Вот плывут лодки по реке. Но по сравнению с тем, что произошло в Германии, это вообще детский лепет. Потому что в Германии шел такой ливень, что где-то на два метра... Ой-ой-ой, это уже Германия, я так понимаю, да? ...поднялся уровень воды... Это же не воршло. Это практически селевой поток, это уже даже... Это страшно, на самом-то деле. На данный момент уже известно о том, что как минимум три человека погибли. И неизвестно еще, может еще где-то кого-то наберут. Так что не жалуйтесь, друзья, на погоду. Я так смотрю на это видео, понимаю, что все у нас хорошо, даже если синоптики порой пророчат дождь. Кстати, ладно бы еще погодная на самом деле стихия. Вот коррупционная стихия, она же вы сами знаете, как селевые потоки по украинским улицам. Сносит порой целое подразделение органов исполнительной власти. Так вот, новый генпрокурор Луценко пообещал в прокуратуре искоренить коррупцию за два года. Он накануне провел пресс-конференцию. Давайте я вам перечислю просто самые важные тезисы, если вы вдруг не смотрели. Во-первых, он анонсировал создание генеральной инспекции по поиску взяточников. Ее может возглавить бывший помощник федерального прокурора Департамента юстиции США, американский юрист украинского происхождения Богдан Витвицкий. Кроме того, Луценко рассказал, что в ГПУ возбуждено много дел на нардепов. Но пока никакой из них не доведено до конца, чтобы передать в суд. Кроме того, генпрокурор дал 100 дней для завершения расследования этих самых громких и резонансных дел. Кроме того, он пообещал помощь Национальному антикоррупционному бюро в расследовании дела так называемой черной бухгалтерии партии регионов. Просто накануне появилась информация, что у НАБУ есть данные по черной бухгалтерии партии регионов. И там в этом грузбухе содержится информация, кого партия регионов спонсировала. Кстати, Олег Лешко заявил, что если скажут, что финансировал нас, то знаете, что это неправда. Забыл их! Очень хорошо сказал. И еще одна важная информация. Ну, кроме того, Лусенко пообещал очищение генпрокуратуры от предателей, которые в том числе помогали аннексии Крыма. Ну, два года, ладно, окей, дайте мне. Не, ну вообще, два года ушло на то, чтобы люди начали называть адекватные сроки. Слушайте, еще важная история. Чистильщика назначили. Чистильщика генпрокуратуры. Ему оказался Петр Шкутяк, в прошлом активист Майдана, участник революции и достоинства, добровольец батальона Айдар, который был ранен в боях за Луганский аэропорт. В основном, Лусенко Петр Шкутяк после всего пережитого имеет наибольший мандат доверия. Он вызывает внутреннюю безопасность и будет защищать генпрокуратуру от тех персон, которые регистренность потеряли. Ну, слушайте, посмотрим, чем это все закончится. Слушайте, тут у вихідні дни Росія намагалася посіяти паніку серед бійців в зоні антитерористичної операції. В интернеті, можливо, ви бачили, тому зараз, слушайте, уважно, активно розповсюджувалась інформація про те, що нібито бойовики зайняли кілометр нашої території поблизу селища Зайцеве, це в Донецькій області. І поки українці з криками зрада, там, схвилюваннями такі інші розвивали паніку в соцмережах, волонтери, військові, ну і, власне, журналісти почали перевіряти цю інформацію. Отже, тепер офіційно. Спікер АТО Андрій Лисенко заявив, що українські військові залишаються на своїх позиціях в Зайцево. Ніяких втрат на цій території не було, але проросійські терористи не стали на цьому зупинятися. Вони, до речі, почали писати смс-повідомлення бійцям Збройних сил України. Ну, писали, наприклад, там, серед текстів, які були, пишуть, де справедливість, найомники получають в 10 раз більше, чем ти, і таке інше. До речі, Бізі Петнюруско розповідали, що такі повідомлення їм приходили з Київстара ось. Ну, в мобільній компанії це, до речі, ну, про це кажуть, що це неправда. Ні, ну, вони можуть приходити відкуди-то угодно, в принципі. Ні, просто, ви ж пам'ятаєте про те, що компанія Київстар, вона була вимушена призупинити роботу, покинути обладнання саме на цій території. Можливо, вони захопили це на окуповані. Можливо, там переналаштували налаштування, і тому надсилають такі повідомлення. Це фейкове сообщення в соцсетях, яке говорить о безумних потерях или о том, що українська армія отступає. Не вірте. Не вірте, сперва перепроверьте. А вот следующі новости. Вірте, українцам хотят лишить шашлычков. А, законопроект зарегистрировали в Верховной Раді о том, щоб отменить майські праздники. Як все? Вообще, сказали, що не треба це. Ми пообщалися з одним із авторами, народним депутатом від Народного фронту Сергеем Высоцким. Ми спросили, зачем отменять любимые многими «выходные». Послушайте, що він ответив. Фактично для нас отмена 1 мая є продовженням антикоммуністичної політики і політики по рівізії наслідства, яка нам осталась в Советський Союз. І якщо 1 мая у нас праздновалось, условно говоря, настоящими праздниками, которых в Україні нет. Вместо того, щоб увидеть просто ветеранов, які шли пам'ять своїх друзів к меморіалу Вечного Огня, я фактично встал свидетелем Сандриківа, пророссийського, абсолютно такого антипокройського шабашу, пророссийських определенных агентов влияния в Україні. Фейкові ветераны, которым нету, по-моему, шести лет, которые просто по возрасту биологическому не могли даже родиться во время войны, которые прославляють Сталин на телекамерах абсолютно провокационно. Среди этих людей я заметил, ну, может быть, 5 реальных или 6 ветеранов, Ну что ж, вот такое вот мнение народного депутата, Парис, посмотрим, к чему приведут обсуждения в Верховной Раде. Ну, мовля, 8-го травня достатньо, кажучи, шоу одного дня. Ну, посмотрим. На самом деле, сколько? Два, как бы, это весенние такие длинные майские и новогодние майские. Нам, яка разница, мы все равно все эти дни працюем, а нам супер. Да, поэтому нам все равно. Давайте можем отменять майские. Кстати, на этой же неделе, друзья, Верховная Рада может принять законопроект о судебной реформе. Вот какие там есть подводные камни и какие есть детали, все знает Андрей Булгаров. И сейчас все вискарство, все авторские рубрики. Неодноразово чую таке. Не дай тобі Боже зіткнутися з нашим судом. І дякувати Богу я не стикався. Майже за виключенням того випадку, коли у мене відібрали права за ДТП, де я взагалі був невинен. Права повернули, але знайомство з судовою системою вистачило надобу. Про те, що українські суди продажні і безпринципні, не знає лише той, хто не живе в Україні. Та й тіма будь в курсі. Тож анонсована президентом судова реформа усіма чекається з розумілим хвилюванням. Очікується, що вже цього тижня Верховна Рада візьметься за розгляд законопроекту. І я не помилюся, якщо скажу, що це найважливіша справа порядку денного. Тобто, як на мене, то нехай усі інші провалять, але цей буде прийнятий. Уявіть собі, тепер усі судді повинні будуть підтвердити походження своїх статків. І не лише своїх, а й близьких родичів. Ох, я б на це подивився. До речі, готовий прийняти на зберегання Поршкаєна Боленкрузер. Жар, звісно. А от стосовно квартир чи будинків, узагалі мовчу. Особливо тішить запропонований президентом механізм, який не дозволить відсійним суддям через деякий час повернутися на посади. До того ж, тепер над усіма суддями, мов домоклав меч, нависатиме громадська рада доброчесності. Я не знаю, з кого саме вона буде складатися. Ми ж усі живі люди. Але хочеться сподіватися, що з тих, хто вже постраждав від недоброчесних суддів. Тепер справа за депутатами. Тож треба схрестити пальці і молитися, щоб у них знов гроші не перемогли розум і здоровий глуст. Файна усім ралочку. Мені іноді реально Булгаров поражає своїм оптимізмом. Він по-прежнєму вірить в хороше. Правильно, так і потрібно. К нам ліцить метеорит, ми всі погибемо. Але хорошого вам утра, говорить Андрій. Доброго? Можна я продовжу? Дякую. Друзі, на суди чекають величезні чистки, величезні зміни. 1800 суддів буде звільнення після того, як приймуться зміни до Конституції. Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко. У чому суть цих змін? Вони полягають в тому, що судді, які не пройшли атестацію, а також ті, які були призначені на тимчасовий п'ятирічний термін, будуть звільнені. Це майже, до речі, третина усіх суддів в Україні. На звільнившіся посади буде оголошено конкурс, і судді повинні будуть підтвердити походження не лише свого майна, але ще й майна своїх родичів. До речі, прийняти такі зміни до Конституції попросив вже цього тижня сам президент Петро Порошенко. Ну, кстати, Андрей Порубий говорил о том, що це сверхзадача Верховної Рады на цю неделю, і що буде її всякими образами решати. Главне, щоб депутати не прогуливали засідання, що саме, знаєте, одна із главних припом. Друзі, ще один оптимист. Друзі, військові і політичні тайни. Удивітельне розслідання проєкта «Гражданська оборона» прийняти вам факти для розмішлений. Смотрите «Сегодня в 2020» полний випуск, а сейчас маленький анонс. Смотрите «Сегодня в Гражданській обороне». Приказано уничтожить. Какими методами российські спецслужби избавляються от врагів режима? А зберість широкий інструментарий щодо знищення та зачистки людей. Діти, як оружі. В каких традиціях воспитують подрастающее поколення в ЛДНР? Святая Русь, кодна я матюшка Росія. Спаси Донбас, ти на воросі спаси. Новая многоходовка. Как связано освобождення Савченка і нові обстрелы на Донбасі? Путін підписав указ о помилованні гражданці України Надежды Савченка. Домашні офшори. Як російські корупціонери прячуть награблене, навіть не переводя його за границю? Все записало вас на жін, на матері, ще якихось там родственників. Факти, свідетельства, доказательства. Сьогодні в 20.20. В гражданській обороні. Які новини були найпопулярнішими вчора? В понеділок чим жив інтернет, чим жили соцмережі, чим обурювалися і хвилювалися наші глядачі? Дивіться далі в невеличкому топі нашої програми. Одною з топових стала трагічна новина про вбивство кримської татарки. Цієї неділі у місті Старий Крим жінку викрили та жорстоко вбили. Кримські татари за допомогою камер спостереження знайшли вбивцю та передали поліції. Ця новина вразила мережу. Зараз татари на анексованому півострові зазнають утисків. Офіційна російська влада свідомо розпалює у росіян ненависть щодо татар. Тож не виключено, що жінку вбили саме через її національність. Українці глибоко співпереживають проблеми кримських татар. Тому й такий інтерес до цієї публікації. А друга за популярністю новина в Магденбурзі активіст жбурнув тортом в обличчя голові лівої партії Німеччини Сарі Вагенкне. В німецьких ЗМІ пишуть, що вона є великою прихильницею Путіна. Активістом виявився член організації, яка захищає біженців. Чоловіка одразу затримали та вивели з будівлі. Проте новина підірвала мережу. Людям сподобався такий протест проти подруги Путіна. Тому ця новина зайняла друге місце. Ну і найбільше обговорень набрали заяви нового генпрокурора України Юрія Луценка. Він дав першу прес-конференцію після свого призначення. Було багато обіцянок, попереджень та заяв. Зокрема, поділився найближчими планами, назвав імена своїх заступників, а також заявив, що за два роки зробить прокуратуру європейського рівня. Від Луценка люди чекають конкретних дій, поборотьбі з корупцією, очищення влади та покаранню зрадників. Тому ця новина набрала такої популярності серед соцмереж. Сподіваємось, очікування не будуть марними. Сподіваюся, що всі вже і прокинулися. Ранок у великому місці, друзі, триває. І є у мене важливе нагадування. Пам'ятайте про наші поштові скринки на Укрнет. Мою особисту адресу бачите, зараз побачу на своєму екрані. Юлія Крапка, Ранокрайка, ICTV, Равлак, Укрнет. Пишіть про все, що вас хвилює. Питання, відповіді, на які ви хочете отримати у нашій програмі, от спробуємо максимально до вас прислухати. Друзі, а зразу після того, як наші колеги розкажутають вам факти, ми поговоримо в цій студії ось о чому. Каке будущее ждет українських пенсіонерів, якщо власть не підтриме решительних шагів? І готові лише к власть к цим змінням? Смотрите в матеріалі нашого шеф-редактора Константина Ігнатчука. Дякуємо, Каті, дякуємо усій команді фактів. Так, насправді про пенсії будемо говорити буквально за хвилину, але перед цим, знаєте, українські засоби масової інформації вони не перестають говорити і продовжувати говорити про повернення Надії Савченко. І ми зібрали для вас найцікавіші на нашу думку думки і свідчення різноманітних експертів, які, напевно, вам буде цікаво знати. Савченко відкриє засідання Верховної Ради України. Саме сьогодні планарне засідання почнеться з виступу народного депутата від фракції «Батьківщина» Надії Савченко. І це, до речі, буде її перший виступ у ролі політика. Але Кось Бондаренко считає, що Савченко може розвалити «Батьківщину» знутри. По його мненню, лідер «Батьківщини» Юлия Тимошенко заінтересована в проведении досрочних выборов. І вона, в тому числе, для раскачки ситуации може пробувати использовать Надежду Савченко. Але, опять же, це в том только случае, якщо якраз таки Надежда Савченко буде Юлю Тимошенко слушаться. А вот якраз таки Кось Бондаренко в цьому не уверена, говорить, що само присутствие Надежды Савченко в парламенті може бути угроза для фракції «Батьківщини». В принципі, скільки політичних експертов, стільки і мнений. І так, політиксперт Тарас Загородний считає, що Савченко вже зробила страшну ошибку. Она заговорила о возможності того, що она пойдет в президенти. І це все остальные політики, які теж хочуть президенти, їй не простят, затопчут, считає експерт. Савченко повернулася як боець, а не політик, тому їй необхідна пауза. Ну, принаймні, так вважає політолог Андрій Золотарьов, новину передає сайт газета «ЮАЙ». Чекати якихось політичних дій від неї можна буде лише не раніше осені. Цитую, справа в тому, що не можна поки що говорити, що Савченко сформувалася як політик. Це ще попереду. В політики, на відміну від війни, немає поділу на чорне і біле. Тут потрібно вміти домовлятися, шукати розуміння, особливо з тими людьми, які притримуються інших поглядів. А і ось чи готова до цього Савченко, наразі не відомо, побачимо. Слушайте, ну раз уж у нас прогноз, то у мене ще один прогноз. Афанасьев і Солошенко, українські граждані, які відбувають виключення в Росії, скоро можуть оказатися дому. Стало известно, що вони написали прощення о помиловленні на імі російського президента. Об цьому сообщає «Интерфакс». Це хороші новини. Тому що точно також по схожій схемі освобождали і Надежду Савченко. Она не писала, правда, прощення о помиловленні, тому Путин устроив цей спектакль, он помиловав Савченко по просьбі родственників і убитих российських журналистів. Так вот, якщо все пройдет хорошо, то українські граждані Афанасьев і Солошенко окажуться дому. Правда, на цьому список не исчерпывається. В нем порядка полутора дюжин українських граждан, які стали заложниками Російської Федерції, які томяться в плену не в ДНР, а на территорії непосередньо РФ. І тому о судьбах пенсіонерів обеспокоїлся наш шеф-редактор Константин Ігначук. Зараз пенсії вони получають вовремя, що буде завтра, не може сказати ніхто. І так, прогнози і варіанти від нашого шеф-редактора. Пенсійний фонд порожній. Борг – 145 мільярдів гривень. Де взяти гроші на пенсію, не знає навіть прем'єр-міністр. А Міжнародний валютний фонд латати наші соціальні дірки не збирається. Саме час волати караул. То що ж робити? Як на мене, особливих варіантів у нас нема. По-перше, потрібно вивезти зарплати з тіні, щоб з них платили соціальні внески. Свого часу уряд Яценюка зменшив розмір єдиного соціального внеску, щоб стимулювати роботодавців платити білі зарплати. Але на чесні підприємства пільги чомусь не поширились. А хто платив у конвертах, робив так і далі. Ніхто не хотів пояснювати фіскалам, чому до цього приховував зарплати. Як результат, пенсійний фонд недоотримав 65 мільярдів гривень. По-друге, збільшити пенсійний вік. Але щоразу піднімається неймовірний хай, як тільки хтось намагається порушити це питання. Охоче хвалати зрада, благо, не бракує. Я розумію, що з віком сили вже не ті і хочеться якнайшвидше піти на заслужений відпочинок. Але Україна – нація, що старіє. У нас уже на 10 мільйонів працюючих 12 мільйонів пенсіонерів. І ситуація тільки погіршується. Іншими словами, наші діти будуть ішачити тільки для того, щоб прогодувати нас, своїх батьків, та ще сусідню бабусю. Так що наступного разу, як виступатимете проти збільшення пенсійного віку, згадайте, що свідомо прирікаєте своїх дітей на злидні. І злочина влада та олігархі – тут ні до чого. І по-третє – пенсійна реформа. Зараз у нас діє так звана консолідована система. Тобто всі, хто працює, і я в тому числі, скидається зі своїх зарплат у пенсійний фонд, з якого вже і виплачують пенсії. Як я вже казав, з кожним роком тих, хто платить, буде ставати все менше, а тих, кому платять, все більше. Вихід – у паралельному запровадженні накопичувальної системи. Тобто, наприклад, з моєї зарплати відраховуватимуть ще й гроші у мій персональний пенсійний рахунок. Поки я не вийду на пенсію, рахунком розпереджатиметься держава, яка зможе інвестувати гроші в економіку та нараховувати відсотки. Цю систему мали запровадити ще 13 років тому, але кожного разу, як пенсійну реформу виносили в парламент, її зарізали. Ніхто не хотів брати на себе відповідальність, ще збільшувати податки, бо це могло вилізти боком на виборах. Отак і футболили пенсійну реформу до сьогодні, поки мене опинилося у повній дірі. Нічого не дається даремно, навіть майбутній добробут. Інакше доведеться платити набагато більше. І зараз ми наступаємо на ті граблі, які порозкидали протягом 25 років незалежності. Ціна на газ, комуналка, тепер ще й пенсійна реформа. Люди, давайте інколи думати головою, а не шлунком. Ото таке. Блестящий сюжет, блестящий вивід, блестящий Костя Ігнатьюк. Друзі, в Росії никак не можуть смиритися з фактом возвращення надежды Савченко на родину. І відбесілею придумують найрознообразні фейки, які, по-идеї, повинні українську літерату скомпрометувати. Ну, наприклад, Савченко обізвала Тимошенко поганим словом і не захотіла з неї сидіти за одним столом. Ось вона фантазія-фантазія. Нібито там писали, що мало відбутися неофіційне свято в честь звільнення Надії Савченко. В останній момент нібито свято було зірвано неочікуваним листом від Савченко, якому вона назвала Юлію Тимошенко, м'яко кажучи, кремлівським агентом. До речі, на росіянин, на деякого якогось анонімного автора, який назвався депутатом Верховної Ради. Це неправда. Це фейк тому не відбувається. Але добре, що росіянин розуміють, що бути кремлівським агентом – це плохе слово. О, здійсно. Ось ще один фейк о тому, що якоби Надежда Савченко була госпіталізована в состоянию алкогольной інтоксикації. Таке сообщення появилось в Фейсбуці на фальшивом аккаунті. Собственно, Надежда про обман предупредила сестра Надежды Вера Савченко. У Надежды нет страниц сегодня ни в Твиттере, ни в Фейсбуке, поэтому не верьте никаким фейкам, которые идут нам оттуда. Отбросьте ваши жалкие фейки. У меня царь фейк. Самый крутой. Друзья, це видео, яке я вам сейчас покажу, легко побеждает любую выдумку. Итак, какой-то человек на основании личних наблюдений за ушными раковинами Надежды Савченко создал такую тему, что Савченко подменили. Вместо нее в Украину вернулся Аркадий Шеститко после множества пластических операций. Настоящая Савченко, дескать, умерла уже от пыток и голода, а это не настоящая Савченко. Слушайте, ну это бред года реально какой-то. Слушайте, друзья, на самом деле, да. Вот не слушайте глупостей, слушайте Юлю. Слушайте, серйозні новини. Ліцензії 75% українських туроператорів можуть анулювати. Актуально, як напередодні в сезоні відпусток. Це заява начальника Департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Івана Ліптуги. Мовляв, більшість туроператорів відмовилися розкривати свою документацію після того, як в ліцензіонні умови включили звітність за минулий рік. Так ось ми запитали в чиновника, чи варто боятися нам, українцям, які б запланували відпустки, і які турфірми першими можуть згоріти. Послухайте. Отже, друзі, за словами чиновника, перед тим, як їхати за кордон, вам варто було поцікавитися в реєстрі діючих туристичних операторів на сайті Міністерства економічного розвитку, чи не пропала ваша потівка разом із оператором. Також важливо це знати. Друзі, пітки, потім срок в колонії – це все за, напрямок, пост в соцсети. Так карають в РФ за інакомыслия. Смотрите сейчас подробности в сюжете наших коллег із проекта «Гражданская оборона». Признать додіна Ельдарова Львозовича виновна в совершенні преступлений, прикусмотрено на стадію 12, примуталу на подокс РФ и назначить ему наказання в виде трех лет решения свободи. «Позор!» Российського гражданского активиста Ельдара Дадина приговаривают к трьом годам колонії за одиночные пикеты. Пришедшие на суд впадают в істерику. «Позор!» «Мерзавцы!» Парень верил, что мирный протест поможет остановить реки крови. «Я готов сесть в тюрьму для того, чтобы остаться человеком, потому что я понимаю, что если я убегу, как некоторые выбирают путь, но тем самым стану пассивным соучастником творящегося фашизма, тем самым стану пассивным соучастником убийств тысяч украинцев, убийств сейчас сирийцев». Примечательно, что даже в законодательстве тоталитарной РФ одиночные пикеты не требуют согласования с властями и вполне законны. Но духовные скрепы всегда найдут выход. «Людина, яка протестует в одиночному пикете, а до неї підставляются ще люди, а для того, щоб потім судді можна було доводити, що людина була не одна, і це масовий пикет». Эта фотография – свидетельство пыток, который выдержал Ильдар в отделении. «Они меня вот, уже вот та фотография, скрутили в это положение, что-то устроили наподобие полуты, выскрутив руки за спиной скотчем, связав скотчем ноги, при этом пока все это теории меня тоже поддушивали». Кроме всего, Дадин снял и залил в сеть видео разгона протеста на Манежной площади от 6 августа 2014 года. Видеоролик он назвал «Оборотни на Манежной». «Это банда, это не полиция, это банда! Полицаи так не действуют!» Молодой оппозиционер стал первым обвиненным по статье 212, часть 1 Уголовного кодекса РФ. «Неоднократное нарушение порядка проведения митинга. Она появилась в Уголовном кодексе прошлым летом, и сложно спорить с тем, что действия Дадина ей полностью соответствуют». 76-летний Владимир Ионов почти со стопроцентной гарантией должен был пойти в тюрьму вслед за Ильдаром Дадином. «Если за одиночные пикеты суды, значит власть боится. Боится она, потому что в силу своей природы. Преступная власть всегда боится». Владимир Ионов прославился, когда в октябре 2015-го пожилой человек стал жертвой кремлевских провокаторов. «Статья 319-я. Это оскорбление президента. Вот вы оскорбляете президента. Зачем вы это делаете?» «На подданное достали». «Убирайте вот этот блокад, убирайте. Зачем вы это делаете?» «Покад, убирайте. Зачем вы это делаете?» В последнее время в стране духовных скреп много что происходит впервые. В марте 2016-го в Ставрополье начался первый суд по статье 148 Уголовного кодекса РФ «Оскорбление чувств верующих». 38-летний безработный Виктор Краснов вступил в спор в одной из социальных сетей. В дискуссии обсуждались библейские заповеди. Через полгода за мужчиной приехали из полиции. «Уголовная ответственность за оскорбление религиозных чувств была введена в РФ в 2013 году. Максимальный штраф за это преступление – полмиллиона рублей. А максимальный срок лишения свободы – 5 лет». «Логика будь-якой даритарной державы поляга в том, что она постоянно должна подвышивать градус репрессии». Это так и происходит, что любая оппозиционная информация, которая является даритарной державой, она сразу превратает увагу и становится руйной для страны». Да, друзья, смотрите, полный выпуск проекта «Гражданская оборона» сегодня и каждый вторник в 2020 на ICTV. Кто хочет стать миллионером? Ты имеешь все шансы, если ты живешь в Украине. У нас по сравнению с 2014 годом число миллионеров выросло на 16%, друзья, процентов. Больше всего миллионеров, судя по декларациям, живет в Киеве 3200 человек, в Харьковской области 325 миллионеров, и в Небробедровской области где-то 307 человек вполне себе могут считаться гривневыми миллионерами. А что ж такая резница? Наверное, деньги хранили в долларах, а потом на скачке курса и бабах. Раньше я был кто? Простой 300-тысячник, а теперь я кто? Миллионер. Ну, хиба на резницы. Ну, как вариант. Ладно, раз уж хихикаем, то давайте хихикать так мощно. Видео, помните, где Медведев пенсионерам отвечал, что денег нет? Давайте я вам напомню. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, найдем деньги, сделаем адресацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Ну, так сказать, на оптимистической ноте заканчивал свое общение с пенсионерами в Крыму Дмитрий Медведев. Не обошел это событие вниманием российский певец, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Он прям стихи написал, выложил у себя в Инстаграме. Давайте, включаем. На все случаи совет. Средства от всех мер. Все нормально, денег нет. Так сказал премьер. Ну, группировку «Ленинград» это хорошо сказал. Друзья, давайте продолжим дальше. Вы знаете, что задумывались над тем, что такое правильное украинское хуторянство? А на самом деле же существует стереотип, что, мовляв, это такая себе недалекость и обмеженность. Так что, правда, это? У этом разбирался наш коллега Андрій Булгаров в своей авторской рубрике. Посмотрите. Для обычного россиянина украинец жадный, немного воровитый и ограниченный своим хутором хохол. Эти стереотипы столетиями вкладываются в голову россиянам. И многие свято верят в то, что хуторянство – признак недалекости, а значит неполноценности украинца. Но позвольте усомниться, ведь вполне может оказаться, что наше хуторянство – единственный путь к процветанию Украины. Исторические хроники говорят, что между так называемым великороссом, то есть предком россиянина, и его современником украинцем всегда имелась существенная разница. Еще в 1861 году историк Николай Костомаров писал, что в характере украинского народа преобладает личная воля, а в великороссском – всеобщность. То есть коллектив для украинца – это добровольная организация людей. В Украине каждый член громады – независимая личность. Для россиянина же коллектив – выражение общей воли, поглощающее личную свободу. Образно выражаясь, Костомаров имел в виду, что россияне – существа коллективные, а украинцы – индивидуалисты. Эта особенность и подвергалась критике и насмешкам со стороны великоросса в прежние времена и со стороны россиян сегодня. Поскольку для человека, ментально живущего в толпе, индивидуализм означает разрушение главной догмы – быть как все. Даже на самом бытовом уровне разница видна невооруженным глазом. Россиянин говорит – жить не хуже, чем соседи. На что украинец ему отвечает – жить лучше, чем соседи. Если в одном случае работает принцип не выделяться, то в другом совершенно наоборот. Но это полностью идет вразрез с устоями российского общества. А значит, остается лишь одно – обесценивать принципы украинцев, а хуторянство, то есть индивидуализм, перевести в разряд чего-то постыдного. Но что же такое настоящее хуторянство? Все за работу нанесешь в семью, а не пропиваешь по дороге. Разве это плохо? Экономность и бережливость. Что тут постыдного? Или, например, обустроить быт. Забор покрасить, крышу перекрыть, хату побелить, дети обуты, одеты, накормлены. А как же иначе? Соседи же засмеют. Поэтому моя жена – самая красивая, дети – самые умные, а дом – самый богатый. Вот настоящие ценности. Ради них нужно жить и за них нужно бороться. Эта черта украинцев не раз вставала на пути очередных имперских амбиций России. Сначала это называли малорасийством и выкорчевывали тотальными запретами. Потом стали звать кулачеством и голодомором уничтожали, невзирая на возраст и пол. После превратили в селянский комплекс неполноценности, заставив миллионы людей стесняться того, что они украинцы. Но нельзя навязывать долго то, что искусственное, и запрещать то, что настоящее. Даже тогда, когда разочарованность и неверие, словно раковая опухоль, почти съела украинское общество, мы вновь всех удивили. Сначала наполнили жизнью Евромайдан, превратив его в революцию достоинства, а потом воскресили украинскую армию из пепла. Ведь почему мы хорошо воюем? Потому что менталитет. Дали пушку старую и ржавую, так мы ее в порядок приведем, колесики смажем, пристреляем, чтобы снаряды ложились один к одному, на зависть соседям, на горе врагам. Потому что наше. Или вот механику, который до АТО автослесарем был, бетер потрепанный достался. Так он на всю получку запчастей купит, двигатель переберет, покрасит и имя машине даст. Потому что мое. Или хлопцу выдали СВД, ствол добротный, но к современному бою не пригоден. Так мы всем селом на оптику импортную сборсимся, чтобы боец-оккупанта с одного выстрела в глаз ложил. А все потому, что майор должно ездить, летать, стрелять лучше, чем у соседа. Вот что такое настоящее хуторянство. Это предприимчивость и гражданская персональная ответственность. Это знал Петр Столыпин, когда хотел принципы хуторянства внедрить по всей Российской империи и поднять ее, наконец, с колен. Это знал батька Махно, когда, раздав землю людям, получил по-настоящему мощную и эффективную народную армию. Теперь это знает каждый украинец. Вот поэтому хуторянство в нас не убить. Впрочем, в мире есть еще одна страна, в которой принципы жесткого индивидуализма, а фактически хуторянства, возведены в степень Соединенные Штаты Америки, где частная собственность свята, свободное предпринимательство – закон, право выбора – обязанность, где свобода – воли прежде всего, а государство – лишь инструмент коллективной безопасности. Благодаря исключительно этим принципам США в 20 веке стали сверхдержавой и флагманом цивилизации. Так почему мы должны равняться на кого-то другого и отказываться от своих национальных особенностей? Ставьте общеизвестные факты под сомнение, даже если они кажутся непогрешимыми. Ведь это ваше право – думать. Но думать – это одно право, смеяться – совсем другое. Вот настало время смеяться, потому что Вениамин Вигерчук и его аккуратная, компактная, но пробивная рубрика «Веня в теме» уже на ваших экранах. Доброе утро, меня зовут Вениамин Вигерчук. Каждый день я прихожу на свою работу, читаю свежие новости и пью кофе. Лена, что там по поводу кофе? Да, сделай. Виталий Кличко обещает Киев без маршруток через пару лет. Представляете, мэр хочет заменить маршрутки на автобусы. Нет, ну а что тут непонятного? Ну, просто для мэра слово автобус легче произнести, чем слово маршрутка. Я уже представляю, как Кличко будет убирать эти маршрутки с киевских дорог. Если Кличко выйдет на улицу... Может, а будешь шутить про Кличко? Он все-таки мэр. Да я тебя умоляю, что он нам сделает? Простите, пожалуйста. Спасибо. Если честно, я не думаю, что маршрутчики так легко сдадутся. Ну, они по-любому найдут решение, чтобы не остаться без работы. Представители Российской Федерации просят забрать из Крыма украинских заключенных. Ну, а что? Скоро ведь начинается курортный сезон. Теперь понятно, где будут размещать отдыхающих. Тем более, это все-таки самый бюджетный вариант. Удобные номера для отдыхающих в Крыму. У нас самые доступные цены. Просторные, хорошо охраняемые номера с видом на море. Ждем всех желающих. Места хватит каждому. Даже если наше правительство откажется от этого предложения, я знаю, как Россия переправит заключенных в Украину. Ребят, новость слышали? В России узаконена должность оленевода. Зачем так обобщать? Вот раньше было понятно, где политики, где полицейские. А сейчас взяли и объединили всех в одну должность. Ну а что? Ну зато люди теперь точно будут знать, кому обращаться и кого винить в своих проблемах. А чтобы попасть на такую должность, вам просто должна изменять жена. Нет, ну конечно, такая должность нужна. В России олени настолько обнаглели, что они начали воровать законопослушных россиян. А вообще... Веня, быстро ко мне. Бегу, Игорь Сергеевич. Блин, надо будет нашему начальнику табличку с такой должностью повесить. Я все слышу. Это я не вам. Может, вам кофе принести? Владимир Жириновский предлагает ограничить количество половых актов для россиян. Как говорится, ни себе, ни людям. Вообще, очень странное заявление от человека, который прям излучает сексуальность. По мнению политика, занятие половым актом несет большие расходы энергии в пустоту. Так может, политик хочет, чтобы люди платили за этот вид энергии, как за коммуналку? Блин, даже Америка не додумалась до таких жестких санкций против России. Так, и... А, все, новости закончились. Ну и мой рабочий день тоже закончен. Э, какой закончен? Целый день болтаешь. Я понял. С вами был Вениамин Вегерчук. Работай давай. Слушайте, друзья, вы знаете, НАТО не перестает посылать сигналы России. Вот заявили о том, что нападение на Польшу будет считаться атакой на весь альянс. Об этом сообщил генсек НАТО Ян Столтенберг. И НАТО обещает усилить свое присутствие в стране после саммита в Варшаве, который пройдет 8-9 июля. Просто ранее Российская Федерация неоднократно делала угрозу в адрес тех стран европейских, которые, например, соглашались у себя разместить систему противоракетной обороны, либо там НАТО какие-то дополнительные батальоны. Друзья, сразу после выпуска фактов мы поговорим еще одну важную тему. Крадежек квартирных каждый день все больше и больше. Как защитить свое житло? Что привабливает увагу домушников и как выявить слежку? Все это мы спросим в эксперта в сфере безопасности. Игоря Николенко, он уже в нашей студии. Ну, а сейчас дивимся факты, а потом будем говорить. Дочекайтесь обовязково. Друзья, доброе утро. Утро в большом городе, продолжая держать темп, рассказывать в хорошем настроении, в том числе плохие новости. Кстати, вот если вы считаете, что все последние годы, последние два года вашей жизни происходило не так, то, будьте уверены, это не напрасно. Представитель президента в кабине Лешик Бальцирович заявил, что Украина за два года сделала максимум реформ, которые были возможны в сложившихся условиях, сообщает Лиганет. И Бальцирович, кроме того, утверждает, что у нашей власти не было возможности сделать больше. Те проблемы, которые накопились в Украине за последние четверть века, не решаются за два года. Это и состояние экономики, и низкий уровень экспорта, и коррупция. Но, кроме того, приводя в пример Польшу, он заявил, что Польша проводила реформу в начале 90-х, когда не было такого крупного влияния олигархов, например, в этой стране. А в Украине оно было. Поэтому, опять же, если сравнить стакан на половину полон или пуст, то вот Лешик Бальцирович считает, что скорее на половину полон. А Лешик Бальцирович, напомню, это автор всех польских реформ, автор политики шоковой терапии. И то же самое, которое в конечном счете сделало его страну одним из лидеров Восточной Европы. Друзья, еще одна новина зі знаком плюс. В СБУ та прикордонники затримали в Борисполі бізнесмена, который вкрав державе больше, чем полмиллиарда гривен. Правда, все это было еще в 2008-2010 годах. Он проводил махинации с закупкой продовольства для Держагентства розвитку Украины. Когда это шахрайство раскрыло, он втек в Певденную Америку и за 6 лет решил вернуться, но все-таки его взяли. Единственное, что я в чём утешусь, что зрозумела, что такие махинации неможливо было проводить без крышувания сверху. И теперь, возможно, его можно будет как-то раскрутить. И он расскажет, где же оно там все, как замотано. Я думаю, жить он хочет, поэтому будет молчать. Но посмотрим. Вообще, воры обнаглели. Этот вернулся через 6 лет, с контом меня забыли. А кто-то просто залезает в квартиры к честным гражданам посреди белого дня. Ничто их не останавливает. Эксперты говорят, что количество квартирных краж увеличилось на 13%. Но по неофициальным данным, количество квартирных краж ещё в разы больше. Не останавливают воров ни камеры, ни новые замки. Творят, по сути, что хотят. В областях вытаскивают из домов всё до консервации. О том, как хотя бы попытаться понять, что за вашей квартирой уже присматривают домушники. Как попытаться себя обезопасить. Всё это будет с нашим сегодняшним гостем, экспертом в сфере безопасности. Здравствуйте. Итак, приветствуйте. В этой студии Игорь Николенко. Мы рады вас видеть. И первый вопрос. Скажите, пожалуйста, какие квартиры самые первые привлекают внимание? Как понять, чтобы ты вошёл к своей квартире и, понимаешь, точно придут? Дело в том, что все грабители нужно разделить на категории. Есть алкоголики-бомжи, которые залазят абсолютно в любые квартиры. Они вообще не анализируют, какая квартира, под охраной, не под охраной. Они лезут в первую попавшуюся квартиру. Если говорить о профессионалах, то профессионалы, конечно, предварительно анализируют. Анализуют что самое? Вот какие чинники их могут, чтобы они привернули свою увагу? Бриллиантовая дверная ручка. Значит, если это действительно профессионал, то он выбирает, во-первых, квартиру, где реально можно что-то украсть. Второе. Стараются выбрать квартиру, которая без охраны. Как определить, квартира под охраной или нет? Элементарно по наклейке ведётся... Видеонагляд. Видеонагляд или объект под охраной. Дальше. Ну, наклейки можно просто наклеить. Ну, а какие внешние признаки того, что в квартире есть что украсть? Вот вы сказали, что это один из признаков. То есть, дорогие, может, двери супергарные? Да, смотрят на двери, смотрят, на какой машине хозяин подъезжает к дому, как он одевается. Дальше, когда принимается решение грабить квартиру, вот если есть несколько квартир, то для начала выбираются, чтобы было что грабить. Второе, чтобы не было сигнализации. Так. Если есть сигнализация, значит, смотрят, какая охранная структура охраняет. Дело в том, что есть серьёзные охранные структуры, а есть шарашкиные конторы, которые только создают... А вы на вид знают, да серьёзнее, а да, есть такие шарашкиные конторы. В городе Киеве до 200 компаний предоставляют услуги пультовой охраны. Из них буквально несколько охранных структур. Это серьёзные охранные структуры, которых злоумышленники боятся. Ещё десяток таких себе охранных структур, которые, ну, приехать могут, не приехать. И, как бы это парадоксально не было, но из 200 киевских пультовых компаний, порядка 180, это просто мошенники или посредники. Серьёзно? Ну, то есть, выходит, что они певный час отследовывают ту квартиру и тех властников, так, чтобы врешли её пограбовать. А как понять, что вот человек отследовывает, ну, слежку проводит? Я могу дать несколько советов. Дайте, пожалуйста, так. Значит, во-первых, осуществляются на стационарный телефон какие-то подозрительные звонки. Постоянно ошибаются номером. Приходят какие-то подозрительные люди, представляются коммунальными сотрудниками. Або просто помолились там вас, то есть все другие, какие-то другие, что такие бывают. Значит, злоумышленник смотрит на почтовый ящик, если почту давно не забирают, значит, хозяина нету дома. Если почты нету, как таковой, то могут оставить какую-то брошюрку в почтовом ящике, так, чтобы было видно, забирают её или нет. Также на дверь могут как будто спичку положить. Если дверь открывается, значит, спичка падает. Еще раньше клеили также какие-то там прозорые, там были наклейки, для того, чтобы тоже там бачить, есть там наклейка или нет? Ну, это то же самое, что спичка. То есть можно наклеечку маленькую. Если, например, люди все-таки решили там поездить кудись на отпочинок, завжди дуже багато є парад в том, что вы отъезжаете в отпуск, не постите фотографии, где вы засмагаете, на каких курортах, ну, для того, что вот эти крадии могут это исследовать. Как вы думаете, этого действительно не важно делать? Знаете, социальные сети, может, об этом еще и не задумываются, но на самом деле это мощнейшая шпионская сеть. Через социальные сети можно определить, где находится хозяин, как он себя ведет, с кем дружит, какие у него хобби, увлечения, где он любит отдыхать, как он любит отдыхать, элементарно его социальный статус и так далее. А как тоди захистить свое житло, если все-таки людям нужно поездить на выходные кудись или на отпуск на долгий час? Во-первых, никому не надо рассказывать о том, что куда ты уезжаешь. Не надо выставлять фотографии или предупреждения в социальных сетях. По возможности найти одного человека, который будет присматривать, чтобы кроме него никто не знал, что в квартире никого нет. Вдруг, просто дружити с сусідами и раптом просити, чтобы наглядали за квартиру. Вообще нужно поддерживать отличные отношения, потому что соседи это в первую очередь люди, которые либо помогут, либо не помогут. Скажите, у меня такой вопрос. Все, что вы описываете, по сути, это такие методики пассивной защиты, ну то есть как бы не давайте повода. А какой-то вариант вот есть, чтобы вы могли бы порекомендовать, там какие-то замки дополнительные, там хитрые двери, я не знаю, медвежий капкан под ковриком? Значит, однозначно нужно ставить мощную крепкую дверь, как минимум несколько надежных замков, охранную сигнализацию однозначно нужно устанавливать. Можно систему видеонаблюдения поставить, можно, но это общеизвестные методы, можно так же, как вы сказали, какой-то капкан поставить, о котором никто не думает, но который будет защищать. Ну, одним словом, да, тут можно фантазировать много на эту тему и защищать власное житло, как лише от всіма можливыми способами. Игорь Николенко, эксперт с безопасностью, был гостем нашей студии. Одним словом, что, друзья, ставьте сигнализацию, дружите с соседями, с консьержами, ну и помните, что, конечно, в соцмереже это прекрасно, но иногда лучше замовчать свою далекую отпускку или отпуск, ну, для того, чтобы уберегать свое собственное житло и свое собственное майно. Спасибо вам, пане Игорь. Спасибо. Павло, тебе слово. Да, слушайте, у меня важная новость, это, опять же, касается международной политики. Крым никогда не будет признан честью России. Об этом заявил официальный Берлин, министр иностранных дел Германии Вальтер, Франк Вальтер Штайнмайер на ежегодной конференции, которую проводит немецко-российский форум. Он, более того, оценил ситуацию на востоке Украины крайне напряженную. При этом не исключил, что, да, санкции с Россией могут быть сняты, но только в том случае, если Россия продемонстрирует очень серьезный прогресс и выполнение минских договоренностей. Хороший сигнал от официального Берлина, безусловно, хороший. Друзья, хороший сигнал у меня для вас. Прогресс вступает во все отрасли жизни. Уже можно ходить на рыбалку с дроном. Во всяком случае, человек, живущий в Канаде, уже так поступает. И у него отлично получается, смотрите. Это же намного веселее, чем просто сидеть и смотреть на поплавок. Та-та-та-та. Оп, все, золотая рыбка поймана. Теперь нужен дрон побольше, сеточка тоже покрепче и начинается реальная рыбалка. Ладно, уникальное док-кафе в США, которое, по-моему, отличное изобретение. Серьезно, док-кафе. Это ими не кормят, это их там приветствуют. Владелица никак не могла придумать, как помочь бездомным собакам. И открыла кафе. Один час в нем стоит 10 долларов. Взамен вы получаете вкусный кофе и любовь животных. Это вам не просто такие котики-котики, это собачки. Они искренние. Знаете, друзья, вы сейчас смотрите ранок в великом месте, а мы вам радуем, что сегодня в Мюнкнутое СТВ о 20.20 и посмотрите гражданскую оборону, потому что сегодня они будут рассказывать про такие. Смотрите сегодня в гражданской обороне. Савченко и новые обстрелы на Донбассе. Путин подписал указ о помиловании гражданки Украины Надежды Савченко. Домашние офшоры. Как российские коррупционеры прячут награбленное, даже не переводя его за границу. Все записывалось на жен, на матерей, еще каких-то, конечно, родственников. Факты, свидетельства, доказательства. Сегодня в 20.20 в гражданской обороне. Гражданская оборона вечером, а совсем уже скоро на ваших экранах будет дизель-шоу. Да, мы устроим вам из вторника пятницу, потому что их выпуск пятничный... Пятничный. Пятничный. Повторим для вас, чтобы вы улыбнулись. Улыбайтесь. Генпрокурор Украины Юрий Луценко побывал в Лукьяновском СИЗО Киева. Бывший политзаключенный посетил камеру, в которой ему довелось провести два с половиной года. Как заявил Юрий Витальевич, за время его отсутствия в камере ничего не изменилось. Все та же койка, все та же надпись. Здесь был Юя. Друзья, ну и не забывайте про то, что есть наш сайт. Транокрапкаеседвий крапкаюей, багато корисной информации, яка не увійшла до нашего эфира, бо уявляйте ж, скільки... Веб-камера там. Там є веб-камера, заходьте уже і побачите, що ми будем робити одразу, як почнеться реклама, потім будуть факти і таке інше. Заинтриговала. Ну я сподіваюся. Друзі, далі реклама, потім факти, потім Ранок у Великого Місці продовжиться. Дякую, Вячеслава. Але найголовніший – це подорож у червні до футбольної країни. І шляхом голосування за футбольне фото обрано щасливчика, який вже дуже-дуже скоро поїде до Франдії болівати за нашу збірну в самому епіцентрі подій. Ним виявився Литваненко Сергій Вікторович із Києва. Тож ми вітаємо переможців і бажаємо найфутбольнішої крутої подорожі, так щоб емоції просто-просто перевищували. Я люблю этот твой жест, дуже люблю. Хорошая новасть. Ми тож приблизительно так с Пашей радуємося. Ладно, друзі, заголовок, який лично мене, вот правда привлёк внимание, порадовав. Через два года в прокуратуре не буде коррупції. Во всяком случае, такие планы у Луценко, которые он озвучив. Он это озвучив на своей первой предконференції, сказал, что, смотрите, будем реформировать украинскую прокуратуру. Будет создана генінспекция по поиску взяточников. Также будут доведены до конца дела на народных депутатов, которые до сих пор висели. Генпрокурор дал следователям, напомню, 100 дней для завершения расследования громких дел. И, в принципе, ещё важной темой, которую он тоже поднял на своей пресс-конференции, было финансирование партии регионов. Вот, дескать, появились у нас деньги, о, деньги, господи, деньги у нас появились, данные, о том, что вот партия регионов прям как бы финансировала другие партии. И вот этот секрет мы тоже скоро узнаем. Да, и Олег Лешко уже заявил, что сейчас будет в БРО, что они финансировали радикальную правилу. Раптом, я ничего не брал, я взагалиток ни при чём. Это случайно. Мои отпечатки вообще непонятно. Слушайте, друзья, хорошая новость заключается в том, что украинские граждане Афанасьев и Солошенко могут оказаться дома. А украинские граждане находятся в заложниках у российской Фемиды. Вот сюда появилась информация о том, что они написали прошение о помиловании на имя российского президента. Раньше, по такой же схеме, через помилование Надежды Савченко, Надежда Савченко оказалась дома. Будем надеяться держать пальцы крестиком, держать кулаки за то, чтобы переговоры не сорвались, и все украинские граждане в итоге оказались дома. Друзья, у нас кафе «Классик» заряжает энергией с самого утра. Хорошим настроением вас заведят в дизель-шоу. Специально для вас повтор отличных шуток из пятницы. Здравствуйте. В эфире новости, которые приближают выходные. Доброе утро. И сразу же хорошая новость. Дизель-шоу расширяет свои границы. Запись новой летней программы впервые пройдет на берегу Черного моря в столице юмора и борьбы с коррупцией Одессы. 24 августа. День независимости Украины празднуем в большой компании в самом веселом городе. Присоединяйтесь. На этой неделе президенты Украины, России, Франции, а также канцлер Германии провели ночные переговоры по телефону в нормандском формате. В общем, все как в знаменитой игре. Город засыпает, просыпается мафия. Но несмотря на то, что уже всем давно понятно, кто мафия, игра не заканчивается. Мафию называют плохими словами, вводят против нее санкции, но продолжают почему-то играть. Генпрокурор Украины Юрий Луценко побывал в Лукьяновском СИЗО Киева. Бывший политзаключенный посетил камеру, в которой ему довелось провести два с половиной года. Как заявил Юрий Витальевич, за время его отсутствия в камере ничего не изменилось. Все та же койка, все та же надпись. Здесь был Юя. Во время визита генеральный прокурор заметил, что руководство СИЗО успело повесить его портрет на доску почета. С надписью «Лучший выпускник 2013». Визит получился настолько трогательным, что Юрий Витальевич хочет сделать это некой традицией прокуратуры. И теперь каждый следующий генеральный прокурор первым делом должен будет посещать камеру, где он сидел. Оксана Белозир, которая заняла в Раде место ушедшего на должность генпрокурора Юрия Луценко, пришла на заседание с сумочкой за 3000 долларов. Как заявила сама народная избранница, она долго подбирала сумку, которая бы идеально подходила под полученное место Верховной Раде. В Украине планируют декоммунизировать более 130 газет и журналов. Мужская половина населения Украины поддержала эту идею, ведь наконец-то в журнале «Плейбой» уберут эти коммунистические звезды, прикрывающие обнаженные места девушек. В Киеве презентовали первое в мире издание Кобзаря Тараса Григорьевича Шевченко на китайском языке. Знаменитый шевченковский заповед вместился в четыре иероглифа. Российский премьер Дмитрий Медведев посетил полуостров Крым, где встретился с пенсионерами. Старики пожаловались, что на их нынешнюю пенсию невозможно прожить. На что получили ответ. Просто денег нет. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. После встречи с пенсионерами Медведев отправился на строительство Керченского моста, где произнес... Просто денег нет. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Остается отметить, что теперь начинается всероссийский тур премьер-министра по городам России под названием «Денег нет, но вы держитесь». На этой же неделе вечно спящий Путина имитатор Медведев назвал выборы в США шоу, в котором принимает участие Ряжина. Интересно, откуда ему знать, если в России выборы уже не проводились 20 лет? На этой неделе в России уничтожили 12 тонн украинской клубники. Если для взрослых жителей России это уже стало привычным, то дети отреагировали, не скрывая эмоций. А некоторые дети открыто выразили свое недовольство властям. Больше веселых фоток в нашей постоянной рубрике «Фотоотчет за неделю». Смотрим. Доброе утро! В Киеве прошел международный фестиваль татуировки. В рамках фестиваля были представлены работы не только на человеческом теле. Что будут делать люди с тату, которые они набивали еще до закона о декоммунизации, пока не ясно. В Украине началась подготовка к Евровидению 2017 среди животных. Также в Украине на этих выходных пройдут школьные выпускные. Этот день многие сравнивают с днем ВДВ. Правда, в отличие от ВДВшных тельняшек, выпускники готовят в этот день особенный наряд. Но и тут кризис наложил свой отпечаток. Подробнее о выпускных и экзаменах в нашей рубрике «Очевидец». В эти выходные в школах прозвучат последние звонки и пройдут выпускные. А многим старшеклассникам еще предстоит пройти ВНО в НО-2016. Подробнее об этом расскажет человек из Министерства образования Евгений Внович. ВНО-ВИЧ. Доброе утро, Евгений. Доброе утро. Итак, внешне независимое оценивание. Для начала напомните нашим зрителям, что это такое. Извините, я вас немного поправлю. Государственное, образовательное, внешне независимое оценивание. Да. И вот это ГОВНО дети сдают с мая по июнь месяц. Извините. Итак, чем это новое ГОВНО отличается от прошлогоднего? Извините. В принципе, ничем. В принципе, я так понимаю, оно такое же, да? В принципе, да. Но с учетом прошлогоднего опыта мы немного облегчились. Облегчились. Облегчились? О, Господи. Извините, пожалуйста. В смысле, задания стали легче. Ах, да. Да, оно стало проходить легче. Я так понимаю, выходить тоже стало легче. Извините, извините. Итак, чем это ГОВНО отличается от обычных экзаменов? ГОВНО качественно отличается от экзамена. Это абсолютно разные вещи. Это же дураку понятно. Да. Простите, простите, тысячу извинений. Вы сами когда-то сдавали ГОВНО? В школе как-то не приходилось, вы знаете. Ну, видно. Ладно, давайте отойдем от этой темы. Итак, какие предметы сдают школьники? На выбор абитуриента в этом году 12 предметов, из которых можно сдать тесты по четырем. При этом два предмета необязательные. На выбор математика или история Украины. И украинский язык. А если родители сдали на ремонт класса, то можно один обязательный предмет? Государственное, образовательное, внешне независимое оценивание – это хорошее антикоррупционное изобретение. Да вы что? Действительно? Я вам скажу более. Если у школьника найдут шпаргалку или даже бумажку, считайте, что ГОВНО, он не сдал. И могут даже не выдать диплом. А без диплома, как известно, ни в институт, ни на работу. Судя по последним событиям в нашей стране, для хорошей должности диплом иметь совершенно необязательно. Окей. Скажите, а как сами школьники реагируют на… Давайте называть это тестирование. Да? Хорошо. Как школьники реагируют на тестирование? По-разному. Кто-то сильно нервничает. Кто-то спокойно реагирует. Некоторые пишут какие-то аббревиатуры. Да? Да, вот у меня тут есть для примера. Вот, пожалуйста. Простите, а вы как расшифровали это? Ну как же. Внешнее независимое оценивание, передовое ноу-хау. Пожалуйста. Да, действительно, передовое ноу-хау. А правда, что результаты тестов проверяет компьютер, и богатые родители никак не могут повлиять на результат? Конечно. И, то есть, вообще никак нельзя повлиять на результат тестов? Конечно, нет. Они же вносятся в компьютер задолго до самого тестирования. Ну что ж, спасибо большое за ценную информацию. Желаем всем выпускникам сдать на 200 баллов. Не всем. Напоминаю, данные уже в компьютере. Вот список, кому вы можете это пожелать. Вот так? Ну что ж, Евгений Внович. ПНХ отсюда. Вместе со своим ВНО-ГВНО. Вам бы стоило сдать ВНО в свое время. Вы бы общались с понятным языком. До свидания. Иди отсюда. ГО-ВНО. Такое. Продолжим. Внимание любителям селфи. Известная международная платежная система вводит новую функцию идентификации клиентов при совершении платежей или покупок. Вот пин-кода заменит популярное во всем мире селфи. Ну, это, конечно, прикольно. Только нужно придумать, какое выражение лица для этого селфи сделать. Да что там думать? Просто возьми, улыбнись как-нибудь, да и все. Да, просто улыбнись. А вдруг я захочу купить минеральные водички первого января? Как мне с таким лицом узнать? Тут надо какой-то... О, вроде ничего. Точно, ты знаешь? А мне надо будет вот такое, наверное, вот сделать лицо. А что такое? Ну, потому что я все время с карточки только жене вещи покупаю. А там такие цены, что вот такое лицо сразу становится вот такое. Саша, вот эти вот туфли стоят 3 700. Пик. Да, вот эта вот сумочка 2 900. Пик. Вот с таким вот лицом можно всю субботу и воскресенье проходить. Саша, на выходные уезжай на дачу, как делают герои нашей видеорубрики. Смотрим. Лето вступило в свои права. И многие перебрались на дачу, где каждый развлекается как может. Кто-то делает ребенку качелей. Причем качелей с полосой препятствий. Некоторым по душе развлечения на воде. Но помните, если горка детская, не стоит на нее залезать взрослым. Решили выпить на даче пивка? Спрячьтесь от жены. Всем хорошего отдыха. До встречи через неделю. Так, все, давай заканчивать, мне надо поесть. А что случилось? Когда ты начал питаться по часам? С понедельника. Между прочим, это лучшая диета для подготовки тела к лету. Ничего, что лето уже через 5 дней, Санек. Что, думаешь, не успею? Нет, ну успеть, конечно, можно. Но есть более эффективные способы сжигания калорий. Например, смех. Ну или, на крайний случай, секс. Не, ну в моем случае это только смех. Почему? А как же секс? У меня тоже смехом заканчивается. А тем, кто хочет сжигать калории целыми днями, подписывайтесь на нашу страничку в Фейсбуке. Где вы сможете найти свежие шутки, всю информацию о съемках новых концертов. И многое-многое другое. До встречи через неделю. Пока. Да, но встречу с Алиной Шаманской неделю ждать не придется. Ее эксклюзивный проект 55 за 5 и ее жертва Потап уже очень скоро в этом эфире. Политики, они не такие интересные, как бомжи. Мои акции, святах акации богаче тот, кто под таким понятием живет. Йоу. Здравствуйте, здравствуйте. Не мойте. Вы меня обвиняете не смелостью. Я очень смелый, просто я не дурной. Но я бы вошел бы в тело женщины и переспал бы сам с собой. Сейчас поцелую. Это была реклама проекта 55 за 5. А сейчас еще немного рекламы, а потом «Утро в большом городе» снова к вам вернется. Ну что, друзья, информативность и неадекватность. Ну, вот информативность, вот неадекватность. А в целом это «Утро в большом городе» и нам есть что вам рассказать. Самый громкий развод Голливуда обрастает подробностями. Джонни Депп и Эмбер Хюрт. Смотрите, есть такие слухи, что он ее бил. Во всяком случае, в этом обвинила Деппа Эмбер Хюрт. Она сделала снимок, где у нее на щеке есть след якобы от удара. Девушка говорила, что даже полицию вызывала, но Джонни ушел до того, как полиция приехала. В защиту Деппа высказалась даже его бывшая супруга, которая сказала, что, слушайте, я с ним 14 лет прожила, он ни разу даже намека не был. С помощью вины и на любую по-справжнему. Может быть. Ну, в общем, она говорит, как она его за 15 месяцев довела до того, чтобы он ей как бы непонятно. Слушайте, друзья, вы думаете, все преступления так обязательно, как у Агаты Кристи, продумываются в деталях и потом супергении осуществляют суперзлодейство? Тогда как бы не так. На самом деле, на большинство из них преступники решаются буквально за секунду. И прямо сейчас дальше с самого нелепых ограблений, заснятых на камеры наблюдения на ваших экранах. Вони нападают на полицейский отделок, грабуют магазин камер спостережения та разбивают награбоване спиртное за крок от магазина. Найдурнейшие злочины, снятые на камеру, смотрите просто сейчас. Пограбування на підпитку. Один любитель випити мав твердий намір пограбувати супермаркет и вирішив потрапити туди через дах. Кілька невдалих спроб и болючих падень, и вот он на месте собирает в визок продукты. И буквально обпивается спиртным. Коли злодій все ж вирішує забиратися з маркету геть, ця затея виявляється дуже проблематичною. Через дах важко, ноги не слухаються, а двері п'яничка зламати не може. Тому горе злодій вирішує просто сісти, запалити цигарку, випити вина та почекати поліцію. Любителі пива. А ці хробці влаштували пограбування лише заради улюбленого напою – пива. Злодій швиденько вхопили кілька ящиків та побігли до виходу. Але от біда розбили половину награбованого за три кроки від магазину. Поціновувач мистецтва. Якщо зібрався грабувати галерею, подумай, куди ти сховаєш здобич. Цей юнак не подумав. Витвір мистецтва ніяк не вміщався під курткою. Тоді грабіжник, тільки уявіть, просто взяв картину під пахву та пішов до виходу. Ну, звичайно ж, його там вже чекала охорона. Що грабували, на тому й спалилися. Магазин електроніки повний величезних коробок з технікою. Цій злодій надіялася на великий куш. Дарма вони не дізналися, що там продають. Як виявилося, під час пограбування хлопців знімало аж 20 камер спостереження. Бо вони намагалися пограбувати, а ви будете сміятися, магазин з продажу цих самих камер спостереження. Дитячий напад по-дорослому. Два підлітка у масках заходять до приміщення, підходять до віконечка і вимагають грошей. Здавалося б, звичайна ситуація пограбування. А ні, бо малолітні грабіжники вирішили обікрасти поліцейський відділок. Чи варто говорити, що далі їм було не переливки? Як бачите, усі ці люди хотіли стати майстерними злочинцями, а запам'яталися усім як просто дурні. Слідкуйте за нашими сюжетами. Далі ми покажемо ще більше шокуючих таємниць. Називається це грабіжники не в дахі. Ну, буває і таке. Друзі, Анджеліна Джолі та Бред Піт розлучаються. От, напевно, Голлівуд накрила все ж таки хвиля розлучень. І після довгого процесу розлучення Джоні Деппа та Ембер Херт з'явилась інформація, що Піт Джолі вже також не подружжя. Як відомляє портал Голлівуд Лайф з посиланням на журнал «Окей Мегазін», зіркова пара розлучається нібито через зради Бреда Піта. Мовляв, він зраджував Анджеліні Джолі з партнеркою по фільму «П'ять секунд тиші» з Маріон Катіяр. А тепер пара розділить 400 мільйонів баксів на секундочку і буде тепер ще ділити опікунство і опіку на чесьма їх спільними дітьми. Не, ну шесть хоча б поровну діляться. Ладно. Видите, всю правду ми узнали про Анджеліну Джолі і Бреда Піта. І всю правду ви узнаєте про Потапа. Тому що Потап попав в цепкі пальчики Алини Шаманської в рамках його проекта «55 за 5». Смотрите. Добре утро. Сегодня мой герой Потап. У меня есть 55 вопросов, а у него только 5 минут. Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Алина. Алиночка, очень приятно. Алексей Потапенко. Потап – один из самых известных личностей страны. Продюсер, артист, хитмейкер, шоумен, создатель музыкальных коллективов «Потап и Настя», «Время истекло», «Мозги». Мастер спорта по водному полу. Родился в Киеве. Окончил университет физкультуры и экономический университет. По специальностям учитель физкультуры, тренер по водному полу и магистр экономических наук. 35 лет, женат, воспитывает двоих детей. Вы готовы начинать? С чем вы сегодня завтракали? Творогом. Вы отличник или двоечник? Отличник. Чего вы больше всего боитесь? Ничего. Секс, наркотики или рок-н-ролл? Здоровый образ жизни, спорт, любовь. Отец стоял на том, чтобы вы получили два высших образования. Вы боялись ему возразить? Нет, не боялся, я ему благодарен очень. Вы дома разделяете мусор? Я разделяю, я вообще все разделяю. Чем вы гордитесь? С сыном. Что главное в сексе? Секс. Сколько стоит батон хлеба? 7,92. Какой вы отец? Хороший. Что с вами будет, если вы выпьете пол-электроводки? Анекдоты станут пошлее. Главный принцип потапа продюсера? Ни каких принципов. У кого вы хотите попросить прощения? У других артистов за то, что я слишком крутой. В водном поле без зазрения совести топят соперника под водой. Насколько мастерски вы владеете этим искусством? Мастерски, как мастер спорта. Топите под водой соперника. И не даю себя утопить. В какой позе вы спите? В разных позе владельца в основном. Вы считаете себя богатым человеком? Да. Мои акции, святах акации, инвестиции в пение птиц. Мой доход – это солнце, восход богаче тот, кто по таким понятиям живет. Йоу. Потапру и Насте в этом году исполнится 10 лет. Вы чувствуете себя старым? А мы супер старый. Супер старый. Мне 35, я очень молодой. Как реагируете на таких поклонников, которые просто вот толком не завали? Нормально, можно реагировать. Привет, ребята. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я не буду спать с моим торговым. Не мойте. Способны ли близкого человека ждать нашей новой полиции? Я и старый не способен никого ждать. Через сколько лет украинцы поймут, что нельзя выбрасывать мусор на улице города? Ровно через 104 года. Характеризуйте себя одним словом. Крошка. Вы хороший ресторатор? Не знаю, да. Судя по кассе нашего ресторана, да. А певец? Певец не очень, а артист сумасшедший. Безвизовый режим нужен украинцам как? Средство для того, чтобы свалить. Нужно сваливать украинцам? Как вы считаете? Думаю, не нужно сваливать. Лучше строить свое здесь. Дети просто атакуют Потапа. Дети, у вас есть сейчас возможность задать один вопрос Потапу. А тебе нравится выступать? Да, очень люблю. Особенно для деток. Три главных составляющих хита? По-та-п. Во сколько лет женщина уже старая? 99. У вас несколько тату. Название украинской столицы, имя отца и сына Андрей, мозги и надпись «Белая акула» на латинском. Можете показать? Да, могу. Вот Андрей, вот мозги. Андрей для себя, мозги для всех. «Белая акула» о водном поле. Какая песня звучит в вашей голове в последнее время? Наверное, потому что это мои чувства. Песня группа «Время и стекло». Если бездомный попросит вас на день переночевать, пустите? Конечно. Я вообще с бездомными выхожу по утрам общаюсь. Мне неинтересно общаться к вечеру. Я общаюсь с представителями шоу-бизнеса, политики. Они не такие интересные, как бомжи. Я люблю людей обычных, нормальных. Люблю продавщиц. Люблю простых людей. Первые песни Потап начал писать еще в 13 лет. Процитируйте две строчки из песни. «Галимая погода», «Трущобы», «Мусора» и «В этом б***не стоит школа моя». Кого бы вы впустили в свое тело на один день? Женщину. Но я бы вошел бы в тело женщины и переспал бы сам с собой. Дата рождения тещи? Ну, не знаю. Кого вы хотите убить? Никого. Самая сексуальная часть тела Каменских? Волосы. Кому вы не верите? Никому. Самая отвратительная черта вашего характера? Я прекрасен. И в этом самая главная отвратительность. Как у вас работает вестибулярный аппарат? Не очень хорошо. Честно говоря, на горочках немножко укачивает. Но в космос я полечу. Вы сможете прокатиться на этой школе? Не смогу прокатиться. Не хочу. Нет, я упаду. Не хочу, боюсь. Давайте я поддерживаю вас. Ты знаешь, мое тело... Нет, на. Но чего вы боитесь? Мое тело принадлежит народу Украины. Что я буду зря? По так, боитесь не прокатиться? Да, не хочу. Не-не, но-но-но. Окей. За что вы можете ударить? Ни за что я никого не бью. Я даже покататься на этой хрени не могу. Я думала, вы очень смелый и можете идти абсолютно на все. Вы меня обвиняете не смелостью. Я очень смелый, просто я не дурной. Торт пражский или киевский? Киевский и пражский. Захер и махер. Что бы вы хотели услышать о себе через 10 лет? Да пофиг. Меня не интересует это. У нас есть видео-вопрос с Америки. Вы готовы на него ответить? Готов, конечно. Малыш, я сбросил вес, потому что я прекратил бесконечно жрать. Продолжите фразу, я очень боюсь. Остановиться. Если я увижу жену с другим в постели, я тут же? Сниму, это я выложу в интернет. На 70-летие подарите мне, пожалуйста. Не доживу, судя по всему. Я вас сейчас? Я вас сейчас поцелую. У вас хорошая память? Ну такая себе, честно говоря. Как меня зовут? Алина. Вы ответили на все 55 вопросов, я вам очень благодарна. За 5 минут, пожалуйста. За 5 минут. Спасибо. Неплохо. Друзья, вы чули, что Анастасия Волочкова планует представить Россию на Евробаченні наступного року, а также планует подкорить усех чим? Ну, не голосом, а своим прекрасным шпагатом. Оскільки співать Анастасия Волочкова в МІЇ не очень хорошо, то она говорит, что, мовляв, я была бы прекрасной поддержкой номера, а какого-нибудь артиста Волочкова вважает, что Европа просто не встает перед ее шпагатом. Она все еще свято верит в то, что эти фотографии шпагатом просто, напевно, подобаются. А люди просто веселятся, смеются с этого. И, ну, я, мовляв, знаете, небагато треба розума для того, чтобы такие фотографии выкладывать в интернет. Правильно? Ладно. Продолжая тему голых людей, в разной степени голых, открылся голый ресторан в Австралии. Очень популярный. Вот люди прям туда ходят, прям там едят, хотя им несложно представить эту обстановку. Что, взяли воли там? Да. Все посетители. Для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, сначала можно свыкнуться с обстановкой в банном халате за коктейлем, а уже за столиком придется раздеться полностью. Речь идет о принятии своего тела, чувстве свободы и любви к своей коже. Не, ну, допустим, свое тело еще как-то можно пережить. Тут проблема в чужих. Ты вот прям как бы, ой, обед, и тут мимо тебя человек такой, здравствуйте. Перехотел. Не готова комментировать подобную тему, но подумаю про все. Знаете, друзья, благородство может и обязано быть добрым. На одной из самых модных тусовок Киева, на Кураж-базаре, продавали футболки Fashion Aid от фонда Елены Пинчук Anti-Speed. Все выращенные деньги пойдут на помощь ВИЧ-позитивным деткам. Еще там, кстати, была целая масса самых разнообразных экспериментов. Все их наблюдала наша Аня Ахава и прямо сейчас вам расскажет. Что может гарантировать зранку гарный настрой и человекам, и женщинам? А я вам скажу – гарный шопинг вночі. Сьогодні Fashion Aid проект фонду Антиснід представляет свои безопасные футболки загальностей. Всі надбані кошти підуть на допомогу дітям. Кстати, футболки тоже непростые. Часть из них сделали молодые украинские художники, номинанты, например, в Пинчук Арцентр. А часть из них же их в том числе, которые сегодня будут играть. Оля, по-перше, у нас, как всегда, аншлаг. По-друге, хочу без зайвої скромности сказать, что у нас найкращий стенд. И навіть до нас идут якісь голі люди. Вы все видели сами, да. Мы, как обычно, ищем какие-то самые интересные способы, чтобы говорить с нашими гостями, с нашей аудиторией о проблемах ВИЧ-спида, о безопасном сексе, о толерантном отношении к ВИЧ-позитивным людям. То чим вы заманюете? Ну, прежде всего, вот этим красивым и интересным, необычным деревом желаний. Под деревом у нас живет нимфа, которая помогает расшифровать эти пожелания. Человек уже открыто входит в диалог о сексе, о безопасности в сексе. Я знаю, что у нас нова коллекция футболок. Да, и совершенно не случайно у нас сегодня в зоне работают диджеи, потому что именно українские диджеи стали последними авторами, так скажем, музыкальной коллекции. Все знают все средства от продаж этих футболок, идут на помощь ВИЧ-позитивным людям. Ну, а диджеи создают прекрасную атмосферу, настроение в нашей зоне, помогают продавать свои же футболки. Шопинг, шопинг, шопинг! Слушайте, какая красота? Не обваживаете? Нет, ни в коем случае. Давайте меняться. А что у вас? А у нас презервативы. Ну, доброе. Так, это вам, по-перше. А это вам? У меня есть люди, наверное, как... Смачно? Так. А расскажите, пожалуйста, что у вас за перформансики? Мы книги продаем. Криминальный кодекс с иллюстрациями. Мне очень нужны презервативы, пользуюсь каждый день по несколько штук. Повторить? Вы бы телефончик оставляли. Телефончик засекреченный, как бы у меня есть опыт, есть у меня свои, как бы, набитые клиенты. Круто! Вы знаете, что приятно? Приятно встречать друзей! Привет! Ух, ты какая красуня! Класс! Привет! Привет, привет! Привет, привет! Просто мега насиченное место, так много хороших людей. И очень круто, что мы сюда попали, и что эти хорошие люди до нас приходят. Ну, может быть, новой коллекцией? Конечно, мы с новой коллекцией, конечно, мы с новой коллекцией. Люди действительно спрашивают, что это, звездки, как это. Да, приятно сказать, что вы из Харкова, да? Что мы из Харкова, и что мы делаем украинское, так. Мы обсуждаем именно тематику лубрикантов, как их использовать, что с ними делать. Имеют разные добавки. Бывают лубриканты с перцем. Отлично, мастер-класс. Узнали больше, чем хотели даже. О, мастер-класс. У нас есть сексуальные предсказания. Пробуем? Пробуем. Давай. Давайте эксперта. Мы сорвали предсказания. И как? И у нас вопрос. Алгавит учат не только в школе. Что вы знаете о точке G? Я хотел у вас узнать. Это мифическое, конечно, нечто загадочное вещь, но при определенных стараниях ее можно поискать. Будем искать. Будем искать. Друзья, напереду дни сезона отпусков важлива актуальна информация. Ліцензии 75-ти украинских туристичных операторов могут анулировать. Это заявка начальника Департаменту туризму и курортів Министерства экономического развития и торговли Украины Ивана Лептуги. Мовляв, большинство туристичных операторов відмовилися розкривати свою документацію після того, как в лицензийном условии обошло розкривать свою документацію за предыдущий год. Мы запитали у чиновника, чи насправді варто хвилюватися напередодні курортного сезону, и какие фирмы могут сгореть первыми. Послушайте его комментарии. Просто бухгалтер ежегодно сдавал один и тот же отчет, меняя год, а цифры оставались одни и те же. Мы в лицензионные условия внесли необходимость сдачи до 31 марта отчет до предыдущий год, для того, чтобы просто навести порядок и понять, кто из 2,5 тысяч операторов вообще есть, живой, действует, и что он делает. Это компания, у которой нет банковской гарантии, может взять у них деньги, а потом не оказать услугу. Или они приедут, допустим, в какую-то страну, а им там услугу не окажут. И туроператор, собственно, кроме того ваучера или бумажки, которую он дал, ничем отвечать перед туристом не будет. Отже, за словами чиновника, много кто из туроператоров просто игнорует лицензийные условия, поэтому перед тем, как решить ехать за кордон, все же таки проконтролюйте, подивитесь в реєстре діючих туристичных операторов на сайті Министерства экономического розвитку, чи не пропала ваша потівка разом із самим туроператором. И напоследок, друзья, по данным синоптики, сейчас Киеви плюс 17, днем до плюс 21, но при этом, судя по всему, дождь. Счастливо, до скорого. Счастливо, до скорого.